Привет, друзья! Меня зовут Валдай, и мы продолжаем прохождение замечательного дополнения для Assassin's Creed Black Flag под названием Крик Свободы. Ну что же, мы находимся на территории врага в поместье Губернатора, и нам собственно Губернатора как раз самого и нужно найти, где-то там, на территории его особняка. Но для начала нужно пробраться по стелсу, потому что, видите, тут стражники даже кусты проверяют, и кончится все это может очень плачевно. Тихо, тихо, тихо. Спокойно, друг. Здесь от палева, тут не знаю, куда дальше идти. Наверное, лучше не отсюда. Хотя колокола, конечно, без рейдей хотелось бы, но тут, видите, просто их слишком дофига. Давайте пометим, наверное, всех. Ох, жесть. Их так много. Просто жесть. Так, ну что, нету без ряантов вообще, по-моему. Обратно. Лучше, наверное, как-то отсюда постараться. Проникнуть. В обход по крыше этой лачуре. Чтобы отметить стражу врага. Да я уже отметил. А, на крыше еще, да? Угу. И там дальше. Хорошо, есть контакт. Так, думай, Валдай, думай, думай, думай. Наражен соваться явно не стоит. Они у нас поднимают тревогу, и все. Миссия провалена. Здесь синхронизация. Значит, будем по-тихому стараться. Может быть, сверху стоит начинать. Не знаю. Или того, либо сначала в беседке. Только бы получилось. Только бы получилось. Отлично. Спокойной ночи. Так. Этих помещаем товарищей. Хотя, может быть, нам, в принципе, не нужно всех убивать. Давайте просто поднимемся наверх, попробуем снова. Сейчас этот парень там вроде как... А, хотя, может, сюда идет. Надо успевать. Че-то, давай, 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 давай. Торопись, торопись. Шевели булками. Молодец. Нам же, вроде как, в холке внутрь нужно заходить. Поэтому, в принципе, нам тут делать снаружи-то нечего особо. Зачем мы всех убивать тогда? Тихо. Что это, какого черта? А, труп увидел. Зато тебя ничего не увидели. А, так и, в принципе, даже не трупы, они просто вырублены, оставлены на потом. Ну, пусть живут, ладно. Если не добрый. Хотя, конечно, палками, я помню, как мне в спину тыкали, говорили, поровнее. В прошлой серии, в конце, когда я шел сюда. С тяжелым ящиком. Так, ну тут, конечно, хорошо бы, в принципе, кого-нибудь из них вырубить. А может, даже и троих. Но, все-таки, наверное, не стоит. Наверное, это не лучшая идея была бы. Как мне проникнуть в поместье? В общем, вопрос. Экспедиция обойдется дороже, чем мы с вами рассчитывали. Вы подарили одной девице бриллиант ценой полфлота. Не туда ли ушли все средства? А средства, что я выделил месяц назад? Навигация затратное дело. Не то слово. Если измерять каждую сажень надушенным шелком. Так, скорее, 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 скорее. Давай. Ну, чтоб тебя давали. Все нормально, типа? Получилось? Укрытие, конечно, у меня суперское рядом с двумя трупами. А нет, смотри-ка, снова послушайте разговор. Почему тогда, брат, это укрытие надо было? Для чего это надо было сделать? А, вот, понял, для чего я. Что, они уже здесь? Что, они уже здесь? Вы с ума сошли? Наши страны и так на грани войны. Нельзя позволить, чтобы нас заподозрили в контрабанде. Наши имена войдут в историю, если вы найдете средства и корабль. Благодарю, но мне нужно содержать дорогую колонию. Вы столько рабов привозите, я думал, что у вас есть деньги. Даже дармовой труд не дается даром. Рабы стоят дорого, а мрут, увы, быстрее, чем размножать. Улучшение навигации пойдет на пользу и вашим невольничьим судам. А это уже интересно. Тихо, 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 тихо. Ох, блин, вот это было просто на такой грани. Я думал, что все. Феррита для комедии. Ой, жесть. Спи. Просто пипец, друзья. Вот это было так близко. Сколько? Один. А, ну дротик-то есть, а трубки нет, плевательные. Че это, действительно, только кулаки. Так, освободить рабов, да, там было написано. И вернуться к этой самой. Ну, рабов, конечно, освободим. Попробуем колокола вырубить и рабов освободить. Хотя, не знаю, если один раз кулакол позвонит, то все, наверное, тревога. Оп, так просто беспалево. А что, это кто? Это не я, а что? Это ни при чем. Хорошо. Хорошо. Хорошо сломал. Ох, голая рука, эта шпага блокирует, наверное, очень приятно, я думаю. Так, сейчас, сейчас, друзья, подождите. Не спешите. Ну, там никого не было. Че ты? Ну, ладно, сходи, проверь. Да. Так, второй кулакол. Вот и все. Теперь замечательно. Но, рабы, рабы беглые, освободить надо было их. Давайте вернемся тогда немножко. Где-то они у нас тут, судя по всему. Так, где еще один? О, хорошо. Так, подожди, а рабы? Или вот, типа, вот этот один и был. Точнее, двое, их, по-моему, убили. Ну, сволочь, их убили. Ну, тогда я тоже убью. Жаль. Жаль, друзья. Только замещает меня сразу убивать рабов. Фигово. Ладно, тогда бежим отсюда. Нам тут больше делать нечего. К сожалению, рабов освободить не получилось. Молодец, отдавали. Еще и оружие свое потерял. И тут еще не вылезти, по-моему. Ладно, тогда побежим туда. Подожди, только оружие возьмем. Это явно не оружие. Им драться я не смогу, к сожалению. При всем желании. Поехали. Почему это оружие-то положил? Придурок. Нет, ладно, тараю. Там уж как-нибудь сами разбирайтесь без меня. Мне пора, друзья. Меня ждут. В борделе. Так что я, пожалуй, поеду. Потихонечку теряет меня из виду. Нормально. Осталось только гогнуты встать. В этом нам поможет сток сена. Надеюсь, они его не проверят сейчас. Не, они в другую сторону пошли. Общем утра только дождем сейчас. Подождите. Пока вот еще есть вот этот желтый круг у них над головами. И тогда все будет хорошо. В этом можно будет не сомневаться. Постарайтесь, просто выбегает раб. То есть, ну, я же в одежде раба, получается, да? С ворот главных убивает. Наглые, голыми руками просто ломает шею одному из стражников. Остальные все это видят. И потом просто убегаете беспокойно дальше. И все. И все хорошо. Итак, что вы узнали? Губернатор самоуверен. Даже при страже я мог бы убить его голыми руками. Он заслужил. Зачем он вам нужен? Держи друзей близко, а врагов ближе. С кем вы сейчас? Расскажите, что вы узнали. Чем он занят? Некий ученый, Годен, вытягивает из него деньги. Какая-то экспедиция, секреты навигации. Почему мне о нем не сказали? Неужели меня все предали? Зачем я подсылала капитану Порто лучших девочек? Мне разузнать больше? Меня, как моряка, интересует наука о навигации. Нет. Да. Не знаю. Как хотите, оставьте меня в покое. Типичный такой женский ответ. Нет, да, не знаю, как хотите. Оставьте меня в покое. Действительно, блин. Да. Ладно, хорошо. Эх, жалко. Рабов не освободили. Запертых в бараках. Так там в бараках еще какие-то были, получается. Ну, значит, я как обычно провтыкал. Ладно, не беда, что у нас там по времени. Давайте поглядим, что мы тут имеем. А, ну, в принципе, у нас полно времени. Еще успеем что-нибудь интересное сделать. Например, вырубить этого парня. Держи друзей! Держи друзей! Я подой! Держи друзей! Доброй ночи. Так, пошли, наверное, обратно тогда на следующую миссию. Что нам, в принципе, время-то терять? Напрасно. Рабов мы уже освобождались. Целую кучу. Так что можно, наверное, дальше продолжать двигаться по сиротной линии. К тому же, наверное, тут реально интересный. Жалко, что чей стол не припрыгивает. Я думал, сейчас так раз, чей стол при махнули, и все. Но нет. Научный интерес. Бастиена. Я думал, вы сгинули в пучине отчаяния. Ни за что. Этим негодяям не отнять у меня мое дело. Цена для рабов слишком высока. А для вас? Какая разница, если в итоге я могу дать им свободу? Как бы то ни было, я рад услышать силу в вашем голосе. Чем помочь? Ученый. Ученый. Гаден. Что ему тут нужно? Можете выяснить? Чтобы он не скрывал, я узнаю. Сходите к капитану порта. Он видит все, что делается в гавани. Он должен был сказать мне... Ученый? А это уже интересно. И правда, зачем здесь ученый? Что он тут делает? Ну, давайте сходим, посмотрим. Опять послушивать. Значит, опять надо выслеживать. Значит, опять надо по стелсу. Как любят разработчики эту штуку ставить сюда. Если, понимая, было бы идеальный стелс. Ну, блин, на самом деле довольно кривой все равно. Не такой, конечно, как в третьей части. Там вообще просто пипец. Я просто не хочу об этом говорить даже. Но тут не намного лучше все равно. Ладно, давайте посмотрим. Что мы сможем с этим сделать? Ну, конечно, конечно, поможем. Ох, блин. Тут целая гвардия сбежалась. Ёперный театр. Ну, подходи по одному, ребята, давайте. Офигеть. Да, что-то чересчур тут много их вообще. Так, казнить большого. Давай, 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 давай. Ты мощный, надо тебя сразу добивать. Черт, не успел. Ай. Хорошо вошло. Мушкетон, конечно, вообще вырущает. В любых ситуациях. Отлично. Еще и мороны рекруты. Как вас благодарить, месье? Твоим мукам конец. Так, и смотрите, у нас там каких-то две новых награды получается доступно. Это очень даже здорово. Так, ну что, поехали послушивать теперь. Они у нас как-то внутри этого ангара. Молодец. О, пипец. О, пипец. Ой, пипец. Ну, все, надеюсь, нет. Успокоились они. Кажись, да. Так, начинается, по-моему, смотрите, снова написано подслушивание, и ничего не происходит. А нет. Все нормально. Физическую экспедицию мсье Годена всем, что тот потребует. Первый запрос весьма необычен. Мсье Годен требует для ведения записей трех грамотных работ. Кто их станет учить? Черный кодекс запрещает. Может, найдется кто-то среди рабов в вашем доме. Сообщите мне неофициально. Награда велика. Но зачем они? Делать записи, думаю. А что? Сами эти ученые не могут? С измерительными инструментами в руках вряд ли. Так, ну хорошо, друзья. Осталось только научиться грамоте, наверное. Два ли ей сойти за очередного раба? На этот раз грамотного раба. Подождите, минимум три расследования по Годену из пяти. Расследование завершено, ноль из пяти. Мы попробуем все завершить, наверное. Я так полагаю. Но для начала мы с вами пойдем и вырубим тех ребят. Если сможешь ходить, считай, что тебе повезло. Будешь знать, как... Будешь знать, конечно. Обязательно. Не все еще, да? Того надо еще вырубить. Белого господина. Готово. Спасибо. В этот раз меня бы точно убили. Довольно мучений. Угу. Так, хорошо, поехали теперь расследовать. Что там к чему? Так. Где-то, собственно, здесь первое. Так. Украсть письмо. Ну же, давай, давай, давай. Ближе потойди. Твою мать. Черт. О, вот это плохо, конечно, сейчас. Очень плохо. На тебе. Ох, как... Вот это шикарно. Просто блеск. Вы видели? Такая толпа врагов. Одним махом даже очивку дали какую-то. Офигеть. Офигеть. Вот это я понимаю. Эпик. Письмо говорите, да? Да, пожалуйста. Легко. И непринужденно. Отлично. Одно расследование исписимо сделало. Расчет диаметра земного шара обеспечит высокую точность навигации и вычислений вражеских позиций. Понадобится меньше флот, ибо потери станут меньше. Пушки будут бить точнее. Ну и торговые пути, сами понимаете, пираты, рабы. Мы покончим с этой заразой, поддержав экспедицию. Подпись ДФЕ. Да, ставки велики. Ну и цена тоже немаленькая, на самом деле, нифига себе. Пушки бить точнее, потери будут меньше. Не понадобится такой большой флот. То есть начинания это, в принципе, у них очень даже неплохие. Правда, просто не в тех руках, к сожалению, в руках плохих. А так-то почему бы и нет. Так что давайте раздобудем себе все это. Пусть это будет в правильных руках, в надежных. Тихо, 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 не бойся, не бойся. Все хорошо, что ты. Что же ты? На территории Кито, ландшафт виск... На территории Кито, ландшафт весьма способствует нашей задаче. Наши измерения позволят узнать истинную форму земли. Яйцо, овал или шар? Вот в чем вопрос. Это знание поможет Франции и Испании в точной навигации. А что такое-то? Почему? Блин, парит меня, наверное. Сейчас провалим к чертям, все короче. Уже, по-моему, провалили. Все за тебя, гад. Какой он-то наблюдательный, а? Я тебя еще бы коснил, если мог бы еще раз. Так. Оп, и убежал обратно. Невидимый убийца. Непостоянный мастер своего дела. Так, ну по новой прессу все дела. Что ж тут, в принципе? Ой, извини, просто мужчина. Не хотел. На территории Кито, ландшафт весьма способствует нашей задаче. Наши измерения позволят узнать истинную форму земли. Лицо, овал и льда? Вот в чем вопрос. Это знание поможет Франции и Испании в точной навигации. А не жаль, давайте с Францем какое-то мущество. И ты можно было пробраться только так. Спокойно. Спокойно. Твою мать. Фейл. Ах, что же вы, а? Да, вот не люблю я слежку. С ней меня что-то как-то всегда не получается. По-нормальному. Ты-то куда лезешь? Ох, блин. Трэш. Просто башку с плеч. Офигеть. Так, ладно, поехали по новой. В третий раз уже. Одно и то же. На территории Тито ландшафт весьма способствует нашей задаче. Наше измерение позволит узнать истинную форму земли. Яйцо, овал или шар? Вот в чем вопрос. Это знание поможет Франции и Испании в точной навигации. А не жаль давать испанцам такое преимущество? Тито, можно было пробраться только так. Тихо, 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 тихо. Спокойно, успокойся. Ты меня не видел, все хорошо. Отлично. Они всегда на шаг. Теперь мы союзники. Может, зашагаем вместе? Может быть. Но я удивлен, что вашу экспедицию разрешили. Они не боятся. Возможно. Но хотя их военная мощь великая. Значит, вы им нужны. И они приставили к нам своих людей. Вы знакомы с Антонио де Ульоа? Говорят, он очень талант. Так, все получилось. Послушал каким-то чудом. Просто чудом. О, да. Понабежало сразу желающих. Моей, моей жизни. Ой-ой-ой. Это, конечно, зря я сделал. Я думал, что у них нет оружия стреляющего. Не стрельного. А, оказывается, было. Весело. Хорошо, дьявол. О, ну, вроде норм. О, хорошо как, а. Ну, все. Никого в живых не оставили. Всех казнили, кто нам мешал. Ну, что, успеем, наверное, еще послушать немножко, я думаю, что в этой серии. Давайте пробуем на корабле это сделать. Там, наверное, будет очень интересно. Черт, снова мобильник звонит. Что ж такое-то? Сейчас, друзья, одну секунду. Так, друзья, окей, продолжаем. Надеюсь, что больше никто звонит, тревожить меня не будет. Просто сработают важные звонки, которые нельзя было пропускать. Итак, вот этот корабль, собственно, давайте наконец-то до него доберемся и сделаем свои черные яички. Там явно что-то ценное. Угу. Вот оно как-то. Хорошо, поплыли. Попробуем его догнать. Не догонят, а к мушкету догонят. Либо же шинбяо. Даже скорее шинбяо, наверное, будет воспользоваться лучше. Так, скорее. Постой-ка, приятель, куда же ты? Не торопись. Вот так. Офигенно. Чисто сработано, по-моему. Испанцы продолжают настаивать, чтобы экспедиция ждала их корабль. Но мы же союзники. Они что, не могут пропустить даже один французский корабль во имя науки? Мы же, в конце концов, взяли на борт их саглядатаев? Подпись Луи Гадена. Он не сознает риск путешествия. Так, ну что же, друзья, медленно, наверное, картина проясняется. Осталось еще два расследования. Думаю, что выполним мы все пять. Несмотря на то, что нам нужно как минимум три из пяти. То есть мы три уже сделали. Можем, в принципе, возвращаться. Но пока не охота. Хочется все-таки все пять расследовать. Так что давайте, наверное, посмотрим, что нас тут дальше ожидает. Только бы не подслушивание. Я тебя знаю. Ты из корабля-призрака. Хочешь работенку? Хочу. Ты тут вроде разнюхиваешь, а? У меня есть что рассказать. Но ты наверняка что-нибудь попросишь. Да. Соседу рыбу ловят рабы, так улов трое больше. Если их освободить, рабов то бишь, я буду рад. За них, конечно. Ну, конечно. За них ты будешь рад. Считай, сделано. Так, хорошо. Украсть ключ от клетки с рабами. Давайте смотреть, где это. Где-то там, где-то там. Так. Так, подожди-ка. Что ты кричишь-то? Не кричи, не шуми. Так, поехали. Я так понимаю, вот эта точка оранжевая, это наша цель. По крайней мере, хочется верить в это. Да, ключик нарисован, отлично. Так, ну там, смотрите, там охрана. Поищите ключ среди вещей рыбаков. Парит меня, парит. Не получится. Ого, что ж ты сделал-то? Боже ж ты мой. Живой щит, давай. Поехали, блин. Заваруха. Твоя дивизия. Да, офигеть можно. Хорошо. О, блин. Да, блин, я же нажимаю чертову кнопку. Почему ты не хочешь с этой кнопкой взаимодействовать? Ай. Короче. Так, давай-ка. Подходи по одному. А лучше все вместе сразу. Вот так. Ну и одному, ладно, так уж и быть. О, да, один последний меня убьет. Ну, здорово. С целой толпой разобрался, последний подошел. И все к мне шпагой. Какая-то фейловая серия. Меня еще постоянно отвлекали во время записи. Так что давайте, наверное, закончим. Уже 32 минуты. Я думаю, что вполне этого хватит. Блин, три? Почему три-то точки? Только что же было две. Ах ты, твою дивизию. Ладно, друзья, ничего не поделаешь. Собственно, почему-то так вот в этой игре работают сейвы. В целом, как видите, дополнение, конечно, очень крутое. Сколько уже багов у нас было. Только что наблюдаем третье уже, по-моему, за несколько серий. Это, конечно, печально. Ладно, тогда продолжим наши мероприятия в следующей серии. Добьем до конца все три точки оставшиеся. Одно подслушивание получается, так и понимаю, скорее всего. Одно ключик, и там третье. Мы еще не знаем, что это такое. Но, тем не менее, что-то тоже наверняка будет интересное. Ну и, собственно, потом уже отправимся обратно в бордель. И продолжим проходить сюжет. Надеемся, что вам он нравится. Ставьте свои комментарии, что вы по этому поводу думаете. Не забывайте про большие пальцы вверх. И, конечно же, подписывайтесь. С вами был Валдай. Это был Сосинскрит Black Flag на канале Epic Type. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok